Новое видео выходит каждый день в 20.00 Если бы мне кто-то когда-то сказал, что я через вот какое-то время своей ютубовской карьерой буду заниматься таким, то я бы, если честно, не поверил, потому что рассказывать настолько понятные, настолько очевидные вещи, ну, я не знаю, я, блядь, просто сука не знаю, кем надо быть. Ой, ладно, давайте начнем изначально. У Луняши в ее инстаграме вышло несколько историй, в которых она говорит, что, блин, я не знаю, что происходит, я уже там, блядь, несколько раз блюю, блядь, сложно там что-то стоять, спина болит и так далее. Вот, и там, видимо, я беременна, я не знаю, от кого я беременна, там Леша не знает, ничего не говорит. И причем по ее интонации, с которой она все это говорит, слышно, что все это говорится, блядь, сарказмом, что все это говорится, блядь, не на серьезных щах. Однако, однако, мое самое любимое СМИ, мой самый любимый GTA-самб-журнал LifeSamp распространил фейк, да, вкинул информацию, блядь. И то есть, Ангел Касад в своем видеоролике сказал, что Луняша вкинула информацию, но нет. LifeSamp, блядь, вкинул информацию на более чем 50 тысяч, сука, человек, потому что этот пост, где Луняша, якобы беременна на данный момент, посмотрела 54 тысячи человек. Поэтому это именно LifeSamp вкинул эту информацию. Ну, я не знаю, блядь. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы во все это поверить. Луняша, которая, если вы смотрите ее стримы, постоянно на стримах говорит о том, что, блядь, она беременна, и ей нужны деньги на аборт. Она, блядь, сука, на каждом стриме говорит эту хуйню. На каждом, сука, стриме она говорит и таким образом клянчит деньги, блядь. Ну, типа, она так троллит каких-то марлфагов и прочих людей. Мне на это абсолютно похуй, как бы. Мне похуй, тебе похуй, всем похуй. Я на похуй записываю все эти видеоролики, потому что, блядь, мой талант озвучки, мой талант монтажа можно потерять в более благородное русло, но я занимаюсь вот такой вот хуйней. Я просто не понимаю. Типа, чуваки, ну вы серьезно, блядь, в это поверите? Потому что в беседе Ангела Касада, я не знаю, в моей беседе, в которую вступлены только какие-то элитные люди, то есть там вот этой всей хуйне не поверили, потому что, ну я сразу сказал, чуваки, блядь. Во-первых, это лайфсамп. Во-вторых, это луняш, который постоянно таким образом рофлит. А в-третьих, ну типа, это лайфсамп, блядь, ну типа, этим все сказано. Однако, однако, в беседе Ангела Касадов, который состоит более 200 человек, люди такие, типа, репостули, такие, типа, ебанно дура, бля, залетела, пиздец. Я не понимаю, типа, возможно, эти чуваки рофлили, но потом пришли еще какие-то чуваки, если те чуваки еще как-то более-менее рофлили, то эти вообще нет. То есть, ну они такие, ебать, блин, а как ребенок будет жить, там же луняша она такая-сякая, блядь. Ей даже, по-моему, 18 нету, она на несколько месяцев старше меня, и у нее день рождения, по-моему, осенью. Или, я могу ошибаться, но, по-моему, осенью. Ей даже 18 еще, блядь, нету. Но, блядь, это пиздец, чуваки, типа, я не знаю, я не знаю, как можно было в эту хуйню, блядь, поверить. Потом еще Данил Геррера выложил такой смешной пост, такую смешную всякую хуйню, и, в общем-то, все заруфлили, все такие. Но некоторые, некоторые люди до сих пор продолжают верить, что луняша беременна, блядь. Нет, нет, сука, это не так, она постоянно этой хуйней рофлит, и сейчас просто этому придали огласку лайфсам, блядь. Потому что в лайфсампе работают тупые уебаны, типа, я их матерей, блядь, ебал. Вот, я извиняюсь, если что, реально, то есть, бесу какого-то погнал, я не знаю, вот это вот слова вот эти, вот говорить, то, что там матерей и так далее. Я считаю, что это неправильно. Вот, давайте разберемся, вот, оскорблять матерей, вот, я просто, я отвлекусь ненадолго. Оскорблять матерей, ребят, это абсолютно ненормально. То есть, материтесь, там, вот это вот, в комментариях, на моем канале, пожалуйста, ни в коем случае не нужно материться. Там, говорите о походах, там, о природе, о нормальных вещах. А вот этой всякой дрянью спамить, это нужно быть дебилом каким-то полным. Я, конечно, дико извиняюсь, но, ладно, давайте вернемся уже к сути видеоролика. Я думаю, вы меня поняли, поэтому напишите в комментариях что-то про походы, там, или про природу, что-то напишите, если вы до этого момента досмотрели. Потому что, реально, ребят, вот, все, кто матерятся, они такие пидорасы. Я, конечно, извиняюсь, ну, оно так и есть. Луняша, блядь, как вообще можно доверять Луняше, блядь, ой, пиздец, я не знаю. И вот, опять же, опять же, я не согласен с тем мнением, с тем выражением, что, мол, лайфсам, ой, с тем, что Луняша вот вкинула такой фейк. Вкинул этот фейк, сука, лайфсам, потому что, блядь, это ж сообщество информационное. И люди, когда вступают в какое-то информационное сообщество, ждут, ждут, блядь, что там будет выкладываться какая-то, ну, хоть, моль, более-менее там какая-то проверенная информация. А тут вот такая хуйня. Ну, я не знаю, блядь, ну, что с вами не так? Лайфсам, давно уже, блядь, пора отписаться от этой помойки. Потому что у меня уже были топы нормальных журналов в GTA Самп. Сам Ворл, даже сейчас могу сказать, там, Рукстар бомбит охуительные журналы. Прям вот всем могу посоветовать, почитать. Но вот это вот лайфсам, они пользуются тем, что они просто были созданы раньше всех. И, типа, там у них выходят какие-то вот эти смешные посты и так далее. Ни одной какой-то статейной посты у них не было до сих пор. То есть, нихуя, в Сам Ворлде такие вот статейные посты, они выходят постоянно. Я не понимаю, блядь, зачем вкидывать фейк информацию. Ну, просто вот для чего. Хотя, вы знаете, профит у этого есть. 54 тысячи просмотров записи ВКонтакте, вот. И всё такое жалко, что вот эти вот показы записи ВКонтакте никак не монетизируются, к сожалению, для лайфсампа. Однако, ну, ладно, ладно уж, что уж тут говорить, как бы. Ой, я просто, чуваки, я в самом деле не понимаю. Вот кто может всерьёз верить Луняше или верить лайфсампу? Вот это вот мне, блядь, расскажите. Ну, то есть, вот просто заходите на её любой стрим, там, на запись стрима, на ещё куда-то. Она вот говорит, что у неё даже Donation Gold, блядь, поставлен на аборт, блядь. Ну, о чём вы можете говорить, блядь? Я не понимаю, чуваки, блядь. Я не понимаю. А блюёт она из-за того, что её желудочно-кишечному тракту, блядь, просто пиздец из-за того, что она, блядь, бухает, не просыхая, ещё и на таблетках сидит, которые там от психоза и от прочей хуйни. Как в эту хуйню, блядь, может поверить здравомыслящий человек, мне просто непонятно. В самом деле, блядь. Ну, а если, если, мало ли, окажется, что Луня ж всё-таки беременна, ну, так, мало ли, там, как-то окажется, окажется, что она не рофлит, окажется, что она, блядь, не бухает, то, блядь, наверное, она сделает аборт, там, я не знаю, или уже сделала. Потому что, ну, я не знаю, ну, или там, знаете, через 8 или там 9 месяцев, или там, блядь, через 6 месяцев из пизды вылезет, блядь, просто не ребёнок, а какой-нибудь там, я не знаю, кусок мяса ебаный. Потому что, ну, в самом деле, блядь, с таким подходом, хотя, нет, блядь, каким нужно быть долбоёбом, опять же, чтобы поверить в эту хуйню? Я не знаю, просто вот, блядь, истории Луняши, они были настолько смешными, настолько неправдеподобными, что, ну, это невозможно в эту хуйню поверить, блядь. И вот какие-то люди нашлись, которые поверили, такие, типа, ебать, Луняш, ну и шлюха, блядь, нашлись и нормальные люди ради уважения. Вот, даже в лайфсампе нашлись нормальные люди, которые говорят, блядь, ну, это всё хайп для пиара инсты и так далее, она не беременна, блядь, потому что такую хуйню, блядь, какой-то нормальный человек, который беременен, блядь, он не напишет. Хотя, женщины вроде не люди, ладно, не важно, это абсолютно не важно. Да и, в общем-то, я думаю, что на этом уже можно и закончить весь вот этот вот видеоролик. Я надеюсь, что мне больше не придётся объяснять вот так вот по полочкам, раскладывать, сука, всё, что вот, блядь, всё, что и так на поверхности, всё, что и так, блядь, нормально. Просто заходите на любой стрим Луняш, если есть какая-то, блядь, запись стрима или вроде того. Даже, блядь, по-моему, в видеороликах у Андрея Сукре, блядь, есть вот эти вот записи стримов Луняш, там можете зайти, посмотреть и так далее. Ну, когда он её пранковал, типа, вроде того. И посмотреть вот просто то, что у него, блядь, даже Донейт Голл на аборт стоит, блядь, ещё с тех времён. Я не знаю, блядь, кто в эту хуйню может поверить. Наверное, только, блядь, подписчики, какой-нибудь лайф сам поебаного. Да и всё, типа, ну, больше абсолютно никто. Я не знаю, блядь. В общем-то, я думаю, что на этом можно уже и закончить, как бы, весь вот этот вот мой рассказ и так далее. Там, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, yes, ребят. Каждому подписчику, если мало ли кто-то не знает, даю по рублю, вот, настоящих российских денег, вот. Если не веришь, то проверю, реально, встречу вас в жизни, там, скидывайте киви свой в комментарии, вот. Буду скидывать вам по рублю каждому, вот, кто подпишется на мой канал, реально поставит лайк и напишет колокольчик, вот. И так далее, ребят, вот. Однако, я думаю, что уже можно заканчивать, я уже это несколько раз сказал. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр, хотя, нет, нахуй идите, блядь, не спасибо вам за просмотр. Всем, как бы, вот, пока, до свидания, там, пожалуйста, вот, и не будьте беременными, пожалуйста. Хотя, нет, вы знаете, то есть, вот это вот, блядь, ну, серьёзно, чуваки, я до сих пор, я, у меня в голове, блядь, не укладывается то, как можно в эту хуйню, я смотрю, блядь, на этот пост, сука, но я не понимаю, блядь, у меня горит, как у Андрея Афонина, у меня горит, блядь. Как в эту хуйню можно, блядь, поверить, ну, чуваки, блядь, ну, серьёзно, лайфсамп, займитесь уже какими-то нормальными вещами, блядь, они вот этой хуйни лучше бы реально Данила Геройру опубликовали, у него сейчас, блядь, с просмотрами полный пиздец, его даже в комментариях в лайфсампе хуесосят, поэтому, блядь, чуваки, пожалуйста, приберите Данила Геройру, ему нужно, там, всего пять тысяч просмотров, чтобы не работать, вот, и, в принципе, если вот так всё будет, то будет, в принципе, нормально у Данила Геройру, я очень, то есть, волнуюсь за Данила Геройру, хоть он уже и умер, если вы чекали мою вкладку сообщества на канале, вот, и поэтому, как бы, всё, как-то оно так именно и происходит, однако, всем спасибо или не спасибо, там, за просмотр или недосмотр данного видеоролика, там, ну, вы знаете, вот это колокольчик написать, поставить подписку, вот, подписаться на лайк и многое другое, не будьте беременны, всем пока!